Оливер, он же Малёк и Мисс. Эти собаки-сослуживцы. Опыт работы уже больше 10 лет. И сегодня их задание проверить, хранят ли запрещенные препараты студенты гуманитарно-технического колледжа. Мальчики, кинологическая служба. Итак, семь этажей общежития технического гуманитарного колледжа. На хранение наркотиков комнаты девочек проверяют наравне с комнатами мальчиков. На обыске собаки ведут себя дружелюбно и даже игриво. Спокойно дают себя погладить и потрепать. Так происходит практически в каждой комнате, куда специалисты заглядывают с рейдом. Но внезапно собака начинает принюхиваться и целенаправленно копать. Верный признак того, что пёс что-то нашёл. К проверке подключаются сами кинологи. И если это наркотики, студентам, живущим в этой комнате, придётся отвечать перед законом. Но на этот раз обошлось. За запрещенный порошок собака приняла специи. В этом общежитии всё чисто. Студенты готовы. Они воспринимают также из средств массовой информации. Ну, в общем, готовы они к тому, чтобы принять нас в стенах своих комнат. Реагируют хорошо. Собачьи гладят, любят. Параллельно с обыском наркополицейские провели со школьниками беседу. Документальные фильмы, кадры реальной оперативной съёмки, примеры из жизни. Разговор сразу принял произвольный характер. Узнал о новом веществе, которое вышло. Ну, спайс. Потому что нельзя его употреблять, ну, как сильное вещество. Человек теряет сознание, ну, не понимает ничего, когда его курят. Мозг отключается у него полностью. Всё уже понятно. Не буду ничего употреблять никогда. Лучше спортом заниматься. Конкретно никто не признался, что употреблял, но были разговоры, что где-то в компаниях, безусловно, проскальзывали такие моменты. Вот уже несколько лет сотрудники наркоконтроля проводят подобные акции в учебных заведениях. Говорят, в борьбе с наркоманией внимание прежде всего необходимо обращать на молодёжь, которая больше остальных подвержена риску. И здесь оправданы любые средства. Студенты видят, что возможно и такое, что и может, как говорится, и собака прийти понюхать. То есть, что контроль осуществляется, контроль есть. И, ну, возможно, кого-то это заставляет задуматься. Но порой для того, чтобы вычислить нарушителя, не обязательно проводить обыск с собаками. Зачастую наркодилеров знают в лицо или окружающие в курсе, что запрещенными веществами торгуют в той или иной комнате или квартире. И если вы обладаете информацией, где торгуют смертью, звоните на этот телефон доверия, который сейчас видите на экране. И, возможно, одним таким анонимным звонком вы обезопасите себя и своих близких. Инна Щедрова, Александр Бортовщук. Новости на Восьмом.